Всем привет! Вы смотрите LoftBlog. Мы продолжаем брать интервью на PgDay 2015. И с нами Илья. Илья, расскажи о себе, чем ты занимаешься, кто ты на этой конференции и как пришел в Postgre? Ну, собственно говоря, меня зовут Илья Космолевянский и я работаю в компании Postgre School Consulting. Мы занимаемся поддержкой, администрированием, консалтингом, в общем, всем полным циклом, как говорят, того, что связано с Postgre School. И один из наших любимых и перспективных рынков – это Россия, поэтому мы организуем совместно с нашими партнерами, с 400 групп, эту конференцию в Питере. Помогаем с организацией многих других конференций на тему Postgre. Ну и на этой конференции, в общем-то, да, я формально один из организаторов и, соответственно, возглавляю программный комитет. То есть мы занимаемся поиском докладчиков, отбором докладов и тому подобными штуками. Ну и в то же время я рассказываю здесь о каких-то интересных вещах, связанных с Postgre. Как пришел в Postgre, да, довольно как-то было это внезапно. Много лет назад я вышел на новую работу, и меня спросили, а ты хранимые процедуры писать умеешь? А что это, спросил я? Сейчас будешь писать. Ну и вот так она и покатилась. Но изначально это были хранимые процедуры уже сразу в Postgre или это были в Москве? На самом деле, Postgre был в какой-то момент одной из моих первых бас, это еще была очень древняя, там, седьмая версия, мне надо было там кое-что с ней делать. Вот, потом какое-то время, да, мне иногда нужно было пользоваться MySQL и так далее. Но в некоторое время я работал с Oracle и с DB2. Ну, как бы, Postgre все время где-то там возникал, где-то мы его использовали. Сейчас в основном, конечно, в основном Postgre. Ну, не то, что только его, иногда бывают и разные другие задачи, бывают миграции, там, с одной базы на другую. То есть, постоянно сталкиваешься, и во многих проектах используется больше, чем одна база данных, поэтому, как бы, с базами данных хорошо то, что они достаточно похожи. То есть, все хорошие базы данных работают более-менее одинаково, в них одни принципы внутри, поэтому... Ну, одна математика лежит. Одна математика в основе, одни алгоритмы, поэтому, например, там, не знаю, я всегда говорю, что зря люди боятся, что вот у них есть хорошие специалисты по Oracle, что они не освоят, там, Postgre, потому что это одинаково хорошая база данных на общих принципах. И хороший Раклист буквально там за день может разобраться в том, что и как делать в Postgre. Угу, понятно. И в чем, так вот, по-твоему, там, в двух словах можно ли выразить основное преимущество Postgre относительно других баз данных? В двух словах я не очень уверен, но это, на самом деле, у Postgre есть девиз, который написано на сайте, что это World Most Advanced Open Source Database. И, на самом деле, действительно, это единственная, на самом деле, бесплатная с открытым исходным кодом база данных, которая пригодна к использованию в интерпрайзе и в высоконагруженном вебе и в очень широком спектре проектов, потому что она надежная, транзакционная, с большим количеством возможностей и так далее. То есть, среди бесплатных баз данных аналогов у Postgre в этом смысле практически нет. А платные? А платные, они очень сильно платные. Понятно. Ну, то есть, то есть, доступны только со всем гигантом рынка, да? Ну, гигантом не гигантом, это вообще вопрос того, у кого сколько денег, но, в принципе, да, лицензия за один камень интерпрайзного оракла, она, это 50 тысяч долларов в год, а сервера нынче у нас редко бывают с одним ядром. Ну, да. И плюс поддержка, плюс, соответственно, какие-то дополнительные фичи, и при этом все пытаются сравнивать, там, Postgre, например, с ораклом, его имеет смысл сравнивать с интерпрайзным ораклом, то есть, вот с этим самым дорогим. Со стандартным уже сравнивать не очень хорошо, потому что самые вкусные фичи в нем не идут, они идут только с дорогой лицензией, вот, а это уже существенная экономия, да, то есть, когда можно на несколько серверов поставить Postgre, да, какие-то технические возможности, может быть, у оракла, там, лучше, и у, там, DB2, но за счет этой экономии можно эффективнее решать бизнес-задачи. Понятно. А насколько сложно вообще вот так начать что-то делать с Postgre? Ну, тут, с одной стороны, мне, конечно, сложно судить, да, поскольку я делаю, там, больше 10 лет, но, в принципе, сейчас ситуация достаточно неплохая, да, то есть, сейчас, в принципе, можно поставить Postgre, там, условно говоря, какие-нибудь, там, Ruby on Rails, и сделать какую-то систему очень и очень быстро, да, там, некоторое количество времени назад это было не так просто. И сейчас я бы сказал, что, на самом деле, Postgre одна из довольно простых баз на эту тему, да, потому что, ну, там, Oracle, там нужно прочитать вот такую пачку документации, прежде чем ты вообще его сможешь нормально инсталлировать, да, то есть, там нужно иметь какие-то знания на эту тему достаточно серьезные. А что касается MySQL, раньше все считали, что да, это очень простая штука, поставил, включил, работает. На самом деле, это уже давно не так. Они пытаются, как бы, по принципу черного ящика сделать базу данных теперь похожей на базу данных. То есть, она сначала имела много внутренних проблем и своеобразных решений. Это ты про MySQL, да. Но ее можно было просто поставить, написать в сайт «Я и моя собака», и поэтому он стал таким массовым, MySQL. Сейчас там очень много противоречивых настроек, и на самом деле квалифицированный MySQL DBA, который может заставить ее работать, это высший пилотаж. Это очень, как бы, квалифицированные все люди. В Postgre все как бы все проще и логичнее. То есть, сейчас, на самом деле, порог вхождения, он где-то уже приблизился, и, возможно, в каких-то вещах даже сильно проще, потому что не нужно крутить 33 противоречивых гайки, чтобы минимальную хотя бы нагрузку выдержать на MySQL. Ну, на Postgre я также могу создать сайт «Я и моя собака». Да без проблем. Отлично. Да. И популярные CMS-ки, вот, например, они как, взаимодействуя с Postgre, сложен ли переход будет? Есть ли готовые модули, там, как, в курсе, не в курсе? Тут есть противоречивые разные вещи. На самом деле, исторически, CMS-ки, конечно, больше поддерживают MySQL, и для них не быстрый процесс перехода на Postgre. В принципе, по таким впечатлениям, если я не ошибаюсь, Drupal лучше всех поддерживает из популярных таких вот, именно для небольших сайтов. Система хорошо поддерживает Postgre. Рубион Рейлс, Джанго очень часто используются с Postgre. То есть, более-менее в Вебе сейчас Джанго плюс Postgre – это такая штука, которую мы видим чаще всего. И на самом деле можно наблюдать очень хороший прогресс, да. То есть, там, несколько лет назад были некоторые недоделанности, то есть, нужно было дрессировать специфическим образом, там, у Рэм, чтобы он нормально работал. Сейчас, буквально за последние пару лет, все очень сильно исправилось, да, и можно поставить Postgre в Джанго, и запустить сайт, и потом уже заниматься там оптимизацией. С Ruby тоже исторически очень много людей использует Postgre, есть маппинги типов, все эти вещи. То есть, я бы даже не сказал, что там MySQL такая прям дефолтная база сейчас. То есть, в принципе, да, поддержка растет, и местами она неплохая уже. Ну, круто. А какой самый такой интересный проект, который тебе запомнился из твоей трудовой практики, был связан с Postgre? Если это не покрытый NDA, конечно, там, каким-нибудь. Ну, тут сложно сказать, на самом деле. Я бы сказал, что мне вообще нравится, в принципе, заниматься травушутингом Postgre, да, то есть, обычно, когда приходят, как к врачу, да, когда уже болит сильно. И, на самом деле, я не могу сказать, что вот у меня один проект, который там более или менее интересен. Мне интересно то, что просыпаешься утром, видишь в Скайпе дежурной смены, соответственно, 250 сообщений, и каждый раз это что-то новое, да. То есть, несмотря на то, что там мы администрируем тысячи серверов и много лет практики, да, у всех постоянно, каждый день видишь какие-то интересные задачи. Потому что фантазия бизнеса и программистов, она бесконечна, и люди находят такие грабли, да, которые вот, ну, прямо иногда хочется любоваться. Замечательно. Да. Ну, а так, если чтобы выделить, так, вообще, сколько проектов, условно, там, через год, там, проходит через вашу компанию, связанную с Postgre? Или вы только поддержкой занимаетесь, у вас там какой-то стеклянный клиент? Не, ну, у нас есть стеклянный клиент на поддержке, есть люди, которые приходят на консалтинг, есть однократно, есть многократно. Ну, в принципе, как бы, речь идет там о тысячах серверов в год. То есть, на Postgre все-таки не ставят очень большие фермы, да, серверов, потому что, в принципе, там база производительная, то есть идея там шарить на… То есть, нет необходимости в этом. Шарить на какие-то там сотни машин, но я говорю, что это, в принципе, там, где-то порядке тысячи серверов в год. Не небольшие тысячи, да, но, как бы, больше одной. Базу контакта потянуло бы? Это неправильная постановка вопроса, я бы сказал бы, потому что, в принципе, программисты могут написать так, что не потянет никакая база, да, а могут немножко лучше сделать и написать, да. С точки зрения тех задач, которые я вижу снаружи, да, то есть, в принципе, это довольно простая социальная сеть. Написать это приложение так, чтобы оно хорошо работало на Postgre, теоретически, это небольшая проблема, но на практике, вот, по нашему опыту миграции с MySQL, да, иногда бывает так, что такая миграция занимает 3, 4, 5 лет. Не потому, что мы не тянем там нагрузку, да, а потому что очень много легоси, которые надо переписать. То есть, вот, хрестоматийный пример я могу привести. Если кто-то считает деньги в MySQL, это вообще, в принципе, не очень хорошая идея, но исторически так многие делают. Почему-то в MySQL есть такая практика использовать очень много разных типов данных, там, тени-инт, какой-нибудь еще. В итоге многие хранят деньги в разных типах данных. И это очень сложный процесс, чтобы потом что-то свести, да, то есть, начинаются какие-то ошибки округления, ошибки, там, складывания разных типов и так далее. Мы переводим эту логику на Postgres, смотрим, не сходятся, да, то есть, со всеми, там, например, клиентами, компания договорилась, что они как-то там делают сверки, вычеты, взаимозачеты и что-то такое. Мы считаем реальные цифры, понимаем, что они реальные, но понимаем, что в MySQL они другие. И это обвешано какими-то костылями, чтобы это обходить. Расковыривание такой логики, оно может занять гораздо больше времени, чем реальная работа с выдерживанием нагрузки. Поэтому, да, теоретически просто, если посмотреть на то, какой функционал социальной сети в реальности, если смотреть на какую-то внутреннюю кухню более пристально, там может быть много тонких моментов. Ну, то есть, вот если костыли попадутся, да, то придется... Ну, они наверняка попадутся, то есть, как бы, любой проект живет, развивается и без костылей не может. Это нормально и, в общем-то, хорошо. Илья, давай что-нибудь, ты скажешь какие-нибудь пожелания тем ребятам, которые смотрят нас. Чем им сейчас заниматься, развиваться? Стоит ли им сейчас учить пастгре, обутаться в него с головой? Или у вас там все хорошо и своя тусовка на этом рынке есть? Нет, на самом деле, один из основополагающих принципов пастгреса, это то, что мы всячески поощряем любых новых людей. Да, то есть, например, я уже там несколько раз и на этой конференции на прошлой говорил, например, вы хотите сделать доклад, да, как я набивал шишки, пытаясь изучить, что такое пастгреса. Мы с удовольствием, как бы, вас позовем на конференцию, если вы это дело расскажете, да, потому что нам очень интересно. А так, в остальном, я призываю, в общем-то, к нескольким вещам. Во-первых, думать, во-вторых, любить свою работу, да, то есть, часто программисты думают, что вот мы пришли в такой хай-тек-хай-тек, а программизм, это, на самом деле, очень часто рисование унылых формочек, в лучшем случае на ПХП, да. Рутина такая. Это рутина, да, и просто, на самом деле, надо очень-очень любить свою работу, чтобы все хорошо получалось и научиться получать от нее удовольствие. Ну, и, конечно, там, пастгрес, в общем, сильно помогает получать удовольствие от работы, потому что хорошая комьюнити, интересная технология, и, в принципе, можно общаться с новыми людьми, без хлопот развивать какой-то там свой бизнес и не думать о каких-то таких бренных вещах, типа того, что база падает каждую ночь. Понятно. Спасибо большое за интервью. Ребята, спасибо, что смотрели. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Счастливо.